Что так сильно заставило измениться одного из астронавтов миссии Аполлон-14? Кому принадлежат загадочные постройки на Луне? И что так напугало первого китайского космонавта? Смотрите до конца и вы все узнаете. МКС — это Международная космическая станция, проект, в котором участвуют 14 стран. Если кто не знал, то эта станция даже была внесена в Книгу рекордов как самый дорогой объект, построенный людьми. Общая стоимость ее создания составила более 150 миллиардов долларов. Разумеется, работать на таком объекте дозволено далеко не каждому. На МКС допускаются лишь опытные космонавты, которые прошли все необходимые тренировки и обследования. Можно быть уверенным, что они точно не решат обманывать народ и будут делиться с нами лишь проверенной информацией. Сейчас речь пойдет про космонавтов, которые дежурили на МКС в начале 21 века. В 2004 году на борт станции прибыл астронавт НАСА и пробыл там до 2005. Вместе с ним работал космонавт Солежан Шарипов, вместе с которым они собирали навигационные антенны. В один момент астронавт НАСА, которого зовут Чао, увидел собственными глазами приближающийся на огромной скорости объект. Солежан не успел его разглядеть, но сообщил, что слышал странные звуки и какой-то загадочный силуэт уже где-то вдали. Вы спросите, они что, не успели подлететь к окну и посмотреть на него более внимательно? Знаете, да, сделать это было совсем не так просто. Несмотря на то, что МКС двигалась со скоростью 17 тысяч километров в час, НЛО пролетел в пять раз быстрее, обогнав станцию как какого-то стоячего пешехода. Долгое время астронавты молчали о случившемся, не предавая ту историю огласке. Но в конце концов они нарушили молчание и поведали историю общественности. Услышав об этом, в дискуссию вступили и другие космонавты, которые с удовольствием рассказали о похожих явлениях, произошедших с ними во время их собственного дежурства в прошлом. Все они как один были уверены, что это не могло оказаться бликом, пылинкой на шлеме или метеоритом. Это совершенно точно был инопланетный объект, который пролетел мимо станции в неизвестном направлении. Космический аппарат имел форму перевернутой галки, а от одного края до другого тянулись огни. Много огней. Как вы думаете, что это могло быть? Космонавты обманывают или они на самом деле стали одними из первых людей, повстречавших инопланетян вживую? Змеи в космосе Прэнклин-стори Масс Грейв, американский врач и бывший астронавт НАСА. Это один из немногих людей, которые принимали участие сразу в шести полетах в космос. Астронавт, например, стал единственным человеком, который полетал на всех пяти построенных челноках. За это его имя даже было внесено в зал славы американских астронавтов. Не знаю, как у вас, но лично у меня доверия к такому человеку сразу становится больше. Вряд ли мужчина стал бы врать и обманывать, заверяя, что он видел в космосе что-то странное. Во время одного из интервью Фрэнклин рассказал, что в двух из своих миссий он видел что-то наподобие змеи. Это что-то было порядка трех метров в длину. Змея была крайне эластична и содержала внутри себя какие-то волны, за которыми она, собственно, исследовала долгое время. Фрэнклин заявил, что чем больше времени вы проводите в космосе, тем больше странных вещей вы там замечаете. Причем это не является галлюцинацией. Это действительно инопланетный организм или какая-то высшая технология, созданная пришельцами. И об этом заявляет, я напомню. Не случайный фанат космоса и даже не тот человек, который бывал однажды за пределами атмосферы. А матерый астронавт, бывший полковник морской пехоты США, врач и математик, человек, который имеет шесть ученых степеней и является просто легендарной фигурой в истории США. Он провел в общей сложности 1281 час 59 минуты 22 секунды в своих шести космических миссиях, включая 27 часов выхода в открытый космос. Кто бы не говорил нам достоверную или хотя бы потенциально близкую к правде информацию, верится в нее с трудом. Как минимум из-за того, что все это слухи от одного или другого обычного человека, а не задокументированная встреча с видеозаписями и прочими доказательствами. Тем не менее, в истории космоса есть и один секретный лунный архив, который добавляет веры в инопланетную жизнь. Архив связан с еще первыми полетами на Луну. Он подтверждает, что на спутнике Земли в тот момент был кто-то еще, помимо астронавта в США. Об этом спустя десятки лет решил рассказать уже бывший директор департамента контроля данных, астроном Кен Джонстон. Откровения астронома шокировали, ведь к нему годами попадались все фотографии, которые НАСА делала в космосе и держала в секрете. Идея в том, что где-то среди этих фотографий были и те, на которых были изображены странные лунные объекты. Очевидно, они не могли быть построены людьми, ведь полеты в космос на тот момент только начинались, и подобных технологий с возможностями у нас попросту не было. Получив столь шокирующую информацию, было решено тщательно ее скрыть. И лишь в 1996 году ученые подтвердили, что во время первой высадки на Луну астронавты США увидели над поверхностью спутника неопознанные объекты. И если наблюдение неопознанных объектов над поверхностью спутника Земли можно списать на стресс людей от перелета в шаттле, то камера может зафиксировать только то, что видит, и фотографию можно подвергнуть экспертизе. Как вы уже догадались, все эти снимки множество раз тщательно были проверены, и никакому сомнению они подвергнуты быть не могут. Они подлинны, ровно как и тот факт, что, получается, существовала невероятно развитая инопланетная цивилизация. Только вот где она сейчас и чем занимается? Большой секрет. Возможно, что поскольку на снимках было много, скажем так, элементов, похожих на туннели, внеземные существа поселились под грунтом на Луне или на какой-нибудь планете Солнечной системы. Те истории про подземные города далеко не единственные зацепки в изучении вопроса существования инопланетян. Во время высадки на Луну Нила Армстронга и база Оудрина, оказывается, тоже были замечены города пришельцев. Видео, которое было снято во время их экспедиции, показывают мегалитические сооружения внеземной расы. На записи видны многоуровневые здания из огромных блоков с колоннами, деревьями и окнами. Армстронг и его напарник изучают здание, которое состояло из больших блоков с большим количеством этажей и комнат. Из ролика можно ясно понять размеры этого сооружения. Несмотря на шокирующие кадры, правительство уверяет, что эта запись фейковая. Но даже если это так, существует множество уже обнародованных кадров лунной поверхности, где видно то же самое. Как показывает практика, странности происходят не только после высаживания на Луну или куда-нибудь еще. Один из китайских космонавтов рассказал, что лично стал свидетелем странных таинственных звуков. Вот слова мужчины из одного интервью. В какой-то момент я услышал резкий стук, который появился внезапно и столь же внезапно исчез. Вскоре стук повторился. Я стал прислушиваться, в результате чего мне удалось установить, что звук исходит не из космического аппарата. Тогда я немного напугался и сообщил об этом на Землю. В иллюминаторе ничего необычного заметить так и не удалось. Конечно, все это можно списать на то, что человек сошел с ума, но имейте в виду, мужчина отправился в космос не в первый раз. Он уже давно адаптировался к этим условиям и научился контролировать свои эмоции. Проведя несколько десятков проверок, техники сообщили космонавту, что нехарактерный звук не повлияет на полет. После возвращения на Землю специалисты осмотрели космический аппарат, однако установить источник звука так и не удалось. Техники попытались воссоздать похожий стук, однако космонавт так и не услышал то, что он слышал на орбите. Вполне вероятно, что это действительно было нечто внеземное. По типу того молниеносного НЛО из первой сегодняшней истории. Почему космонавты так часто рассказывают о странностях за пределами Земли, а правительство в то же время ведет себя столь невозмутимо? Этот вопрос не может покинуть головы многих ученых, кавычных людей, которые интересуются космосом и его изучением. Если вы тоже себя относите к их числу, не переживайте. В истории был человек, который попытался восстановить правосудие. И вот что из этого получилось. Его звали Эдгар Митчелл. Родился мужчина в 1930-м, а умер в 2016-м. Эдгар знаменит тем, что был в составе экспедиции Аполлон-14 во время третьей высадки людей на Луну. Общая длительность пребывания лунного модуля на поверхности Луны составила около трех часов. Официально Митчелл считается шестым человеком, побывавшим на Луне. Кажется, что мужчина с такой историей должен был быть благодарен правительству за все возможности, которые были ему предоставлены. Но это не так. У Митчелла была явная ненависть к властям за то, что они скрывают правду. Сразу после возвращения домой с миссией Аполлон-14, он неожиданно для всех уволился из НАСА и армии, погрузившись в изучение религиозных книг. Немного позже Митчелл рассказал, что во время пребывания в космосе пережил ни с чем не сравнимый мистический опыт. И пытался отыскать в священных книгах ответ на этот вопрос, что же это было. В конце концов, ему удалось найти в санскрите термин «самадхи», которым можно было описать его переживания. Индуисты считают его особым состоянием просветленного и ясного сознания, а буддисты – последней ступенью на пути к нирване. Митчелл описывал его как чувство полного растворения в бесконечной вселенной, сопровождаемое экстазом, а также четким пониманием абсолютного единства человека и космоса, который представился ему невероятно древней и разумной саморегулирующейся системой. В случае с этим космонавтом можно с уверенностью сказать, что космос изменил его. В лучшую или худшую сторону судите сами. Но мужчина стал противником устава о регулирующей верхушке. Он заявил, что от людей скрывают правду, и на самом деле всем давно известно, что мы не одни во вселенной. Помимо своего личного опыта, он рассказал, что тот же Розуэльский инцидент был подлинным. Там на самом деле упал НЛО. Тогда официально было объявлено о крушении метеозонда, а видеосъемки вскрытия гуманоидов, сделанные армейскими операторами, были определены как фейк. Однако Митчелл вырос в маленьком городке Артезия, в нескольких километрах от той самой авиабазы в Розуэле, где и произошло крушение. Астронавт утверждал, что многие его соседи, знакомые и приятели работали на этой базе. И того, что он слышал от них, ему достаточно, чтобы считать Розуэльский инцидент реальным крушением НЛО. Следующая история произошла с советским космонавтом в 1981 году. Во время путешествия на орбитальной космической станции «Салют» летчик-космонавт выглянул в окно иллюминатора и заметил объект, появление которого он никак не смог объяснить. Вот слова летчика из интервью по возвращению домой. Я смотрел на этот объект, а потом что-то случилось, что-то невозможное по законам физики. Объект имел эллиптическую форму. Со стороны казалось, будто он вращается в направлении полета. После этого произошел своего рода взрыв золотого света. Затем, спустя одну или две секунды, последовал второй взрыв. Где-то еще и появились две сферы, золотые и очень красивые. После этого взрыва я видел белый дым. Перед тем, как мы вошли в темноту, мы пролетели через сумеречную зону между днем и ночью. Мы двигались в восточном направлении, и когда вошли в темноту земной тени, я не мог видеть их больше. Две сферы никогда не возвращались. Неизвестно, что это было, и правда ли все это, что рассказал российский космонавт, однако в условиях такого огромного количества историй из космоса звучит это вполне логично и естественно. Лерой Гордон Купер Именно так звали американского астронавта, который заявлял, что правительство всем врет. Он до последнего дня кричал, что власти скрывают имеющуюся у них информацию об НЛО. Мужчина указывал, что существует сотни сообщений, сделанных его коллегами-пилотами, многие из которых исходили от военных летчиков, посланных для реагирования на радиолокационные или визуальные наблюдения. Все они как один говорили о том, что люди из разных областей постоянно сталкивались с НЛО на протяжении многих лет. Они сообщали об этом, но, несмотря на слушания в Конгрессе США, так называемых НЛО «Тик-Так», власти по-прежнему скрывают это, поскольку не хотят говорить правду о существовании внеземных цивилизаций. В случае с Купером все зашло настолько далеко, что он решил написать письмо лично о своей встрече с инопланетянами. По словам Купера, в 1951-м он наблюдал за странными летающими объектами в течение двух дней во время своего дежурства. Эти самые объекты находились на большей высоте, чем та, которую он с коллегами могли достичь ввиду имеющихся технологий, поэтому догнать или снять их им так и не удалось. Тем не менее, стоило им начать обсуждать эту тему с начальством, как диалог тут же прекращался, и им выдвигались ультиматумы, либо они продолжают тихо работать, либо уходят с должности. А вот история, которая кроме слов подтвердилась и одним интригующим снимком. Астронавты, совершившие полет по программе «Аполлон», четко зафиксировали достаточно крупный неопознанный объект, идущий по Луне. Поначалу они думали, что это оптическая иллюзия, и с уверенностью говорили об этом диспетчеру. Но снимки, которые они сделали, доказали обратное. Это было нечто наподобие гигантской круглой штуковины из стекла, которая без черепа помощи передвигалась по поверхности Луны и двигалась в сторону космического аппарата людей. Из-за большой опасности было решено немедленно взлететь. Люди отделались лишь испугом. Когда они вернулись на Луну, через некоторое время от объекта не осталось и следа. Вполне вероятно, что это были настоящие инопланетяне, которые шли на контакт с людьми. Но, как видите, пока мы к этому явно не готовы. Гагарин и странный звук Первого космонавта всей планеты знает, думаю, каждый человек. Плюс вы наверняка знаете про его историю с полетом в космос. Но сейчас я вам расскажу любопытный момент, который вряд ли писали в простых книжках или где-то еще. Все дело в том, что он мистический. Прошло много лет с момента возвращения из космоса, и космонавты, собравшись вместе, делились разными историями, приключившимися с ними во время полетов. Так, когда речь дошла до Гагарина, он рассказал о странном звуке, который преследовал его долгое время в космосе. Музыка очень напоминала электронную. Но здесь важно уточнить один момент. До полета в космос Гагарин в жизни никогда и нигде не мог слышать электронную музыку. Ее попросту не было в стране. Подобные ощущения испытывали и люди, которые посетили космос позже. Например, Владислав Волков рассказал о странных звуках, которые буквально окружали его во время пребывания в космосе. Как вы думаете, это звуки Вселенной? Или, может быть, именно так передают информацию инопланетные существа, которых мы не видели? В 1987 году космический корабль с несколькими астронавтами на борту находился на своем 155-м дне миссии. Все шло как обычно, и космонавты уже планировали завершать эту поездку и возвращаться домой. Но в один момент произошло кое-что такое, чего никто из них не видел за все пять месяцев, проведенных в космосе. Корабль окутал странный и ослепляющий свет. Создалась иллюзия того, что весь мир вокруг просто-напросто исчез, или что этот корабль попал во временную петлю. Однако после 15 секунд подобного эффекта эта дымка развеялась, и появилось кое-что не менее пугающее. Не похожие на людей существа, которые имели рост в несколько метров, мускулистые телосложения, а также спокойные и безэмоциональные лица, оказались прямо рядом с кораблем. Они буквально прилипли к капсуле, в которой находились космонавты и наблюдали за их поведением. Так и прошло где-то 20 минут, которые инопланетные создания наблюдали за людьми. Космонавты мгновенно сообщили о происходящем базе на Земле, но ничего дельного диспетчеры подсказать не смогли. Они лишь пытались хоть как-то успокоить космонавтов. Спустя небольшой промежуток времени, эти инопланетные существа будто испарились со скоростью света, и более их астронавты не видели. Когда космонавты вернулись на Землю, эту ситуацию не стали придавать огласке, чтобы не пугать простых граждан. А причиной той встречи вовсе назвали галлюцинацией из-за долгого пребывания в космосе. Прошло некоторое время, и в космос решили отправить новую группу. На все том же корабле, с похожей задачей, но уже новых людей. И что любопытно, они тоже заметили в космосе ровно такие же объекты, таких же огромных существ, такое же свечение и все в этом духе. Как вы думаете, могли ли это быть пришельцы, или все же человечество несколько раз приходило к неверному выводу из-за простых галлюцинаций? Напишите свое мнение в комментариях, и двигаем далее. И снова звук из космоса. Историй со звуками из космоса довольно много, и такое их количество действительно настораживает, невольно навевая пугающие и тревожные мысли в голове. Так, к примеру, во время миссии Аполлон-10, уже огибая Луну, оба астронавта, находившихся на корабле, начали слышать некую свистящую музыку. Музыка длилась почти час и выбила космонавтов из колеи. Один из мужчин был особенно напуган и описал звук как своего рода потустороннюю музыку. Вернувшись на Землю, астронавты какое-то время боролись за то, чтобы рассказать НАСА и остальному миру о том, что они пережили. Однако, особых результатов это не принесло, так как люди массово начали находить оправдания этим звукам. Никто не приписывал их инопланетянам. К примеру, инженер из космического агентства США сказал, что этот шум, вероятно, появился из-за помех, вызванных в свою очередь радиостанциями в лунном и командном модулях. Тем не менее, астронавты оспаривали каждое из подобных высказываний. Они были убеждены, что это нечто инопланетное. Нечто, пока не поддающееся нашему разуму. Лунные шпионы. Прошло более полувека с тех пор, как астронавты Нил Армстронг и Бас Олдрин сделали первые шаги на Луне. Тем не менее, существует и львиная доля теорий заговора, оспаривающих их достижения. Но что еще более интересно, существует теория заговора о том, что Луна является инопланетной базой для наблюдения за людьми. Во время миссии Аполлон-11 в 1969 году астронавт Армстронг сделал очень смелое заявление. По его словам, когда Аполлон-11 достиг поверхности Луны, он лично узрел два неизвестных космических корабля. Если верить астронавту, НЛО были огромными. Стояли в линии на дальней стороне кратера и будто наблюдали за Землей. Не знаю, как вам, но лично мне верится в подобные истории. Как-никак, их повествует не случайный теоретик, а настоящий космонавт, который лично был на Луне. Какой для него смысл врать? Астронавт НАСА Алан Бин стал четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны. Он получил возможность сделать это еще в 1969, когда пилотировал Аполлон-12. Во время прогулки по Луне Бин утверждал, что видел что-то блестящее вдалеке. Он описал объект в виде кожаного ботинка. Трудно представить, что именно видел Бин, и, к сожалению, объяснений не так много. Их вряд ли прибавится. Дело в том, что легендарный астронавт ушел из жизни, а жуткое сияние на Луне навсегда останется загадкой. Флот пришельцев Астронавт Гордон Купер летал на кораблях Меркурий-9 и Джемини-5 и был самым молодым из семи первых астронавтов проекта Меркурий. Первой пилотируемой космической программы Соединенных Штатов. Купер научился летать в детстве, участвовал во Второй мировой и в 1956-м получил квалификацию летчика-испытателя. Таким образом, мужчина провел в небе немалое количество времени и многое испытал. Настолько многое, что этот список можно пополнить даже внеземной встречей. Во время своего пребывания в ВВС Купер утверждал, что столкнулся с целой флотилией НЛО. Сейчас это может показаться необоснованным утверждением, но в 1963 году Купер снова наткнулся на летающий объект, похожий на то, что он видел за 10 лет до этого. Он пытался подлететь к нему в небе и, наконец, поймал радаром этот транспорт. Но, опять же, никакой широкой огласки эту историю предавать не хотели. Люди подумали, что Купер мог поймать обычный космический объект или вовсе стал свидетелем кратковременного сбоя системы. Как ни крути, никаких доказательств, кроме объекта на радаре и слов астронавта, не было. Столкновение со станцией МИР В июне 1997 года беспилотник под названием «Прогресс» производил стыковку с космической станцией МИР. На борту станции был Василий Циблиев, и он удаленно контролировал пристыковывающийся «Прогресс». Однако, в силу времени, когда это произошло и не самой высокой развитости технологий на тот момент, качества картинки на камерах не хватило для того, чтобы человек понял, насколько близко «Прогресс» оказался к станции. Скорость стыкования была буквально невозможна правильно счесть. В результате «Прогресс» столкнулся со станцией и повредил одну из солнечных панелей, оставив дыру в корпусе и придав миру неконтролируемое вращение. К счастью, находившийся на станции астронавт НАСА Майкл Фулл смог вычислить оптимальную траекторию для стабилизации станции и сообщил об этом по радио в Центр управления, который удаленно запустил двигатели мира и стабилизировал ее положение. Модуль с поврежденным корпусом был изолирован, чтобы избежать потери кислорода. Кто знает, как бы ситуация могла пойти дальше, не успея астронавты вовремя среагировать и не сделая неправильных действий. Если вы инопланетянин, напишите в комментариях об этом, а также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.